привет уважаемые друзья вот сегодня как раз занялся я полон то есть первый этап постройки моего недокаркасного дома каркасного но не до дома точнее скажем так вот прикупил я сегодня usb и купил еще вот экструдированный пенополистирол ну выбрал техна николь смотрел по плотности мне правильно написали что разные плотности не существует но у пеноплекса например да там есть 20 плотности основная которая продается в магазинах это 25 плотности и есть на фундамент пеноплекс он 35 плотности а вот техна николь я посмотрел у них плотность ну по крайней мере та которая у нас есть она везде одинаковая на 31 но стоит он немножко подешевле поэтому я выбрал его значит взял сразу чтобы не клеить и так скажем на пену да так как вроде появились сейчас специальные клеи и так далее то есть я взял вот я взял вот такой вот клей пену тоже техна николь думаю уже пусть будет все одной фирмы вот взял клей пену не знаю насколько она будет прочнее держать тем например просто пена потому как раньше например на обычную пену клею взял также еще будут какие-то места которые буду запенять потом ну или дверь устанавливать решил попробовать вот такую вот огнестойкую пену не знаю в чем конечно разница может попробуем ее как-то поджечь поглядим ну и взял еще естественно просто очиститель пены в общем все затарился одной конторы по цене вот все вот это дело на пол мне обошлось 8000 то есть это сейчас я вам скажу 7 листов 7 листов usb у меня ушло и 14 листов техноплекса я взял вот вот я вам еще покажу примерно вот так и точнее не примерно а точно вот такая сумма вышла а площадь здесь у меня хрена узнать какая площадь короче площадь 430 на 240 и утепляем мы получается пятеркой делать буду без лак то есть положу сразу утеплитель и на него буду в два слоя уже укладывать usb кстати про usb ребята я вам оставлю ссылку начал тоже шерстить на ю тубе в интернете чем он отличается и попался мне интересный ролик ссылку я оставлю то есть оказывается что usb это вовсе не влагостойкий материал который нужно закрывать обязательно его нельзя использовать снаружи незакрытый то есть там очень много нюансов ну я вот видео посмотрел что-то подчеркнул оттуда ну в общем купил вот этот вот usb usb который делает уфа но к сожалению вот в том видео как раз там и написано что производитель обычно маркирует свои листы ну я вот сейчас обсмотрел так скажем мое приобретение и не нашел там никакой маркировки ну не доверять магазин у меня в принципе не нету никаких оснований я надеюсь что это она может у них и просто отсутствует маркировка вот этого я не знаю ну про usb посмотрите кому интересно кто будет строить какую-то не знаю дачу себе или какой-то каркасный домик я думаю это пригодится потому как по крайней мере у нас в городе очень много вот прям очень много домов которые обшиты usb снаружи и не ничем просто не закрыто просто так все это стоит а оказывается так делать нельзя вот ну приступаем теперь к полу поехали решила и начать вот с того угла там где будет дверь потому как стены навряд ли у меня ровный в гараже поэтому ровным и с углом будет вот тот вот угол то есть я планирую положить сейчас техноплекс естественно будем стыки пропенивать и потом то есть вот эту часть положу чтобы у меня в лес один лист так как мне тут все-таки надо ходить то есть вот эту часть уложу потом положу usb и скорее всего всю пачку usb я перекидаю на вот этот но вот этот один и лежащий на своем месте лист чтобы потом можно было делать вокруг то есть и потом уже пойду по застилать дальше то есть застилю вот эту вот одну полосу затем затем если честно не знаю мне надо тут вещи какие-то передвигать потому как полный тут фигу хам развел все вещи отсюда же греб ну будем играть в пятнашечки в пятнашечки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну что ж, друзья, дела мои идут. Вот положил половину первого слоя. Вот так вот это выглядит. До конца я специально не довожу, потому что там же тоже будет у меня утеплитель. Ну и что-то немножко я просчитал, свою комната оказалась чуть-чуть длиннее, чем я считал. Пришлось мне использовать обрезки пеноплекса, которые были у меня с балкона. Хорошо, что я их не выкину. Вот, теперь мешается мне вот этот стол. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потому как куча тут вещей, все это двигаешь туда-сюда. Если бы было пусто, может быть я и успел бы. Но, к сожалению, что есть, то есть. Поэтому продолжать буду вот, ну вот сейчас и буду продолжать. Значит я уже постелил один слой USB. Как вы видели, то есть там я ничего не комментировал, потому как, ну собственно, было некогда. Хотел побольше сделать. И начал укладывать второй слой. Сейчас я вам его и покажу. Вот второй слой USB. Но для того, чтобы он лежал ровно относительно первого слоя. То есть я от края ровной стороны, не той, которой пилил, а там, где заводская сторона. Я отметил 60 сантиметров. То есть вот у меня метка 60 сантиметров. И выставляю по этой метке с перехлёстом, естественно. То есть у меня перехлёст будет составлять практически пол листа. Я укладывать начал второй слой. То есть вот одну часть положили. Я её прихвачу и потом пойду дальше. То есть вот уложу сначала центр. То есть вот этот вот половинка. А вот это вот целый лист пошёл. Вот я их сейчас прихвачу. И потом вправо и влево буду укладывать уже всякие обрезки. Потому как вот у меня обрезки остались. И то, что получится. Ну не знаю, хватит мне или не хватит. Потому как я с утеплителем немножко ошибся. Ну точнее не ошибся. А видите, я решил запустить его сюда, в стену. Грубо говоря, побольше. Чтобы там ничего не промерзало. И утеплитель уже, утеплитель так скажем, завёл за утеплитель. Вот так. За будущее. И вот как раз вот этого кусочка. Мне вот здесь вот у стены и не хватило. Плюс ещё какая-то кривизна стены присутствует. Поэтому здесь всякими обрезками, всякой фигнёй уже доделывал. Ну вы наверное видели, если смотрели полностью это видео. Вот теперь будем всё это дело прикручивать. Прикручивать я буду, так как посмотрел, сказали, не дай бог чёрными саморезами не прикручивать. Они дерьмовые. Купил вот 25 саморезы, вот такие жёлтенькие. И буду, ну не знаю, насколько они будут затапливаться. Потому как по идее, вот здесь вот на головке, как знаете, на оконных саморезах есть такие насечки. Для того, чтобы они легче и глубже, так скажем, делали потай. Но вот на этих нету. Я точно таких не нашёл. В магазине купил обычные вот такие жёлтые. Не знаю, насколько они запотаются. Насколько они углубятся в USB. Ну сейчас это дело и посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» Ну что ж, господа, вот наконец пола закончен. Во время того, как я крепил USB с USB, так скажем, да, у меня возникли некоторые нюансы. Нюанс этот в чём? То есть для начала я пробовал отмечать какое-то одинаковое расстояние для саморезов, чтобы это было красиво, ну и смотрелось эстетично, а не как бык подстал. Но фишка в том, что когда я начинал крутить саморез в то место, где у меня размечено, и там попадалась, например, большая щепа, то саморез не уходил в потай. То есть в дальнейшем я уже делал не так. Я крутил в те места, то есть выискивал в USB более такое рыхлое место и крутил туда, для того, чтобы саморез всё-таки немножко затопился. Также на этом полу мы проведём с вами небольшой эксперимент. Так как USB рекомендуют делать с зазором, я половину сделал с рекомендованным зазором 2-3 мм, а половину сделал плотничком. И мы с вами посмотрим в процессе эксплуатации, то есть насколько вот это будет хорошо или плохо. То есть либо у нас, например, вот те зазоры разойдутся, ещё и получится большая щель, либо у нас там, где сделано плотно, начнёт как-то вспучивать, что ли. Ну вот, я не знаю. Вот это вот мы, собственно, и посмотрим. То есть останется ли эти зазоры на месте, или всё-таки они разойдутся, или начнёт всё это USB корюжить. Это мы с вами проверим. Давайте теперь подытожим, сколько я потратил на вот этот весь пол. Значит, здесь у меня примерно 10,5 квадратов. У меня ушло бы, то есть я покупал 14 листов утеплителя, но по идее надо было бы 15. Тогда бы мне не пришлось всякие огрызки и обрезки делать вот здесь по периметру. Итак, 15 листов утеплителя. Размерность у них одинаковая. Это 600 на 1200. Ушло 7 листов USB. Это я брал девятку и делал её в два слоя. Также ушли саморезы. Саморезы вот такие вот, жёлтые. Ушло их, вот тут осталось буквально, наверное, десятка-два. В пачке 250 штук написано. Также самого клея, то есть клей, пена, тем, чем я герметизировал, проходил стыки перед тем, как собрать утеплитель в паз, ушёл один баллон. То есть, по идее, у меня его ушло бы меньше, если бы я, опять же, много пены не потратил на вот те швы, где мне не хватало утеплителя. То есть, по идее, одного баллона хватило бы квадратов примерно на 15, если им просто проходить швы. Ну вот, собственно, и всё. По деньгам, напомню, я потратил примерно 8 тысяч сюда. У меня ещё остался баллон очистителя пены, я его ещё не трогал, и баллон огнеупорной пены. Вот. То есть, примерно 8 тысяч на 10 квадратов входит. Что нас ждёт в следующих сериях? У меня всего за 3 дня расшаталась вся вот эта моя конструкция. Она стала шевелиться, несмотря на то, что это всё скручено на длинные саморезы. Мы узнаем, помогут ли нам большие, дорогие конструкционные саморезы. Ещё здесь получается всё-таки низковатый потолок, и я хочу сделать вот эту балку такой вот фигурной формы. Вот такой вот. То есть, насколько она будет крепкой, и получится ли это у меня, мы увидим в следующих сериях. И ещё один интересный вопрос, который волнует не только меня, я думаю, но и вас, это влажность в гараже. Насколько помогает принудительная вентиляция, насколько она может снизить влажность в гараже, это мы с вами тоже в дальнейшем увидим. Ну вот и всё, серия прошла, анонс я вам сделал. До новых встреч, ребят, всем удачи, пока, всех благ, пока.